Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, генерал-лейтенант, военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко вместе с нами. Игорь Александрович, здравствуйте, рад видеть. Взаимно я приветствую вас, Вадим. Игорь Александрович, главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает высадку десанта на территории Крыма. Говорят, она прошла успешно, бойцы десантировались и нанесли огневое поражение россиянам. Позднее Андрей Юсов сообщил детали, сказал о том, что произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков, к сожалению, сказал Юсов, есть потери и среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Российские пропагандисты, в свою очередь, говорят о том, что им удалось взять в плен полковника и героя Украины Александра Лобоса, активиста Майдана, обладателя множества наград Украины. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, во-первых, об этой спецоперации? Это логическое продолжение того действия со стороны нашего управления разведкой, которое мы наблюдали накануне 24 августа. И по поводу информации о том, что украинский защитник, герой Украины, взят в плен. Мог ли герой Украины, обладатель множества наград, принимать участие в этой операции? На ваш взгляд? Для того, чтобы в целом, это такого рода операция, есть продолжение реализации принципа постоянного воздействия на противника, и тем более в Крыму. Для россиян это очень болезненно, действия со стороны сил обороны Украины. Относительно того, кого и как могли там захватить плен, надо иметь в виду, какие цели, кроме вот этой общей, как бы, преследовали эти задачи. Война есть война, могут быть всякие обстоятельства. Мы же имеем в виду, например, проведение головным управлением разведки таких операций, как перелёт вертолётов отдельных, перехода на нашу сторону, на соответствующих военнослужащих и так далее. В данном случае в бою может быть всякое, и поэтому здесь надо чётко иметь информацию непосредственно от главного управления разведки. Я думаю, пока мы не будем однозначно иметь её, обсуждать это не имеет смысла. Игорь Александрович, на ваш взгляд интересно услышать ваше мнение, о какими могли быть задачи, которые ставились перед участниками этой спецоперации. Потому что то, что было на видео, мы увидели, услышали, сказали о том, что или Крым будет освобождён, или он будет безлюдным. Я полагаю, что знаю задачи, которые ставятся перед такими подразделениями, поскольку это достаточно военнослужащие с высоким уровнем подготовки, на которую уходит много сил, средств, и поэтому объекты, по которым они действуют, должны или уничтожать, или захватывать, они должны иметь достаточно высокую ценность военную, или будь какую-то иную. Я думаю, со временем эта ситуация прояснится, и будет ясно, почему вот эти подразделения там действовали, и с какими целями, и даже могли ли в них участвовать такого рода высокопоставленные спецпризначенцы. Обладатель наивысшей государственной награды, звания Герой Украины, может принимать участие в подобных спецоперациях? Я думаю, что может, поскольку у нас много героев, которые продолжают воевать, награжденных. Это высокопрофессиональные люди, и то, что они награждены, подтверждает их высокий профессионализм, высокую степень мотивации, и, как правило, они продолжают действие для того, чтобы, используя свой опыт, эффективно достигать цели в этой борьбе с противником. Игорь Александрович, также источники украинских СМИ сообщают, что вот эту спецоперацию осуществляли спецназовцы «Стугны» и «Братство» в составе спецподразделения «Тимур» Главного управления Министерства Бороны Украины. Чтобы сложилось хотя бы какое-то понимание у зрителей, вот это спецподразделение «Тимур». Вы ранее об этом спецподразделении слышали? Что можете сказать? Ну, не более того, что оно существует и выполняет достаточно сложные задачи, что оно включает все другие, и в данном случае это подтверждает. То есть «Тимур» — это более высокого уровня структуры, в которые входят меньшие отряды, меньшие подразделения. Здесь как раз имело место вот такое разделение, такое участие этих подразделений в этой операции. У вооруженных сил Украины есть еще 6-8 недель хорошей погоды для прогресса на поле боя. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, далее процесс контрнаступления будет приостановлен из-за плохой погоды. Говорит он следующее. Мы знаем, что контрнаступление идет не так быстро, как даже украинцы этого хотели бы. Это до сих пор жестокая борьба. Основные две линии проходят на Донбассе и на юге Запорожской области. Они сражаются каждый день. И говорит о том, что остается еще 6-8 недель благоприятной погоды для того, чтобы достичь какого-то успеха. Ну, а дальше уже зима, морозы и снег. Скажите, пожалуйста, во-первых, как вы оцениваете текущий ход украинских контрнаступательных операций? И как может ситуация складываться в зимний период? Независимо от погодных условий, вернее, ну, зависимо, понятно, но эти погодные условия характерны для Украины. И еще до широкомасштабной войны, во-первых, воевали 14-15 год и позже. Во-вторых, проводили соответствующие учения до 2022 года и вообще воюем полтора года. Поэтому все это имеется в виду и могут продолжаться, если будет соответствующее обеспечение вооружением и боеприпасом. И, на мой взгляд, именно в этом есть проблемы. Значит, для продолжения более эффективных контрнаступательных действий на юге, да и оборонительных на востоке, нам необходимы средства для нанесения поражения противника. Ударные средства, которых явно не хватает, в данном случае я имею в виду и Атакамс, и Таурус, то есть ракетное оружие, снаряды, которых для артиллерийских средств, имеющихся и самих средств, не хватает. Поэтому тут, в принципе, с учетом тех обстоятельств, которые складываются во взаимоотношениях с нашими союзниками, мы видим, что происходит непосредственно в самой Америке, у поляков с выборами, в Словакии. Ну, а также заявление отдельных представителей Франции и Германии о том, что они исчерпали свои возможности по поставке вооружения со складов, и дальше, так сказать, это будет уже касаться и безопасности. Если помогать Украине, то все это надо переоценить. Генеральный штаб и главнокомандующий вооруженных сил Украины знает состояние нашего потенциала в нанесении ударов тех резервов, которые готовились. И поэтому, возможно, в октябре придется принимать в связи с этой обстановкой и на явность сил. Кроме того, здесь надо напомнить, что россияне завели 25-ю армию, которую формировали на восток, и там переформатируются свои подразделения, явно для того, чтобы осуществлять новые наступательные действия. В целом, обстановка усложнилась, и она требует стратегической, на мой взгляд, переоценки для принятия дальнейших решений, каким образом поступать как на востоке, так и на юге. В общем и в целом, проанализируйте ситуацию, которая сейчас сложилась на фронте. Глава пресс-центра оперативного командования ЮГ, кстати, Наталья Гуменюк, сообщает, что интенсивность российского огня на южном направлении значительно снизилась. За более чем 60 обстрелов оккупанты выпустили около 300 снарядов, что значительно меньше, чем было ранее. И также госпожа Гуменюк отмечает, что помимо других факторов, этому способствовало также уничтожение двух логистических центров вооруженных сил России. Да, с одной стороны это так, но с другой стороны противник перебросил за последнее время достаточно много своих сил из резервов или из других мест, для того, чтобы приостановить наши наступательные действия за тем направлением, где они осуществлялись. То есть я имею в виду южное направление, фланг у Бахмута, бердянское направление фактическое наступательное действие, приостановленное силы обороны Украины. И на Мелитопольском есть небольшие продвижения, но в основном идет кондбатарейная борьба по линии Новопрокопьевка, вербовое. То есть я и на эти направления были заведены так называемые элитные воздушно-десантные силы, то есть противник представляет, какую угрозу может иметь такого рода наше наступление при движении, поэтому предлагается максимум усилий для того, чтобы остановить и вынудить наши войска перейти к оборонительным действиям. Наш генеральный штаб заявляет о том, что силы обороны Украины имеют успех в районе Работина, Клещиевки и Андреевки. Какой характер этого успеха? Это тактического уровня продвижения. Клещиевка, Андреевка. В районе Андреевки было перерезано железнодорожное сообщение противникам, используемое для логистического обеспечения, а также вышли на дистанции, которые позволяют огневым воздействием контролировать подвижение войск и тыловое обеспечение логистическое, Бахмут, Горловка. То есть это уровень тактического. То же самое имеет место и на Бердянском направлении, где фактически перешли к обороне, силы обороны на флангах, где пытались развивать действия. И только активность в большей степени может быть на линии Новопрокопьевка-Вербовое, но все равно это незначительное тактическое продвижение наступательного характера. И в основном ведется артиллерийская борьба, противник там наносит удары активно в своей авиации. Ваш коллега, военный эксперт Константин Машевец, говоря о ситуации, которая сложилась вокруг Токмака, фиксирует, что несколько было уже попыток контратак со стороны россиян на направлении Токмака. И по его мнению, скорее всего, это не попытки продвижения, а желание попробовать остановить наступающие силы украинской армии. Что могла задумать Россия на этом участке фронта, и какие варианты событий под Токмаком после контратак противника видите вы? Мы уже мельком оговаривали, что противник перебросил сюда элитные воздушно-десантные войска при основлении, но задача для наших войск на этом направлении – это прорвать вторую Суровикинскую и третью линию системы обороны. Это пока не достигли таких результатов. Только в этом случае целесообразно с военной точки зрения вводить оставшиеся резервы. А для этого надо пробить как минимум соответствующий коридор с выходом на оперативные просторы, где содействовать большее количество и живой силы, и бронетехники. Хотя мы уже видим по боям на этом направлении, в степной местности, то есть большие колонны сразу выявляются дронами, авиацией, разведкой противника и наносятся соответствующие удары артиллерии и авиации. Поэтому ситуация достаточно непростая. И в связи с этим тоже я как раз говорил о том, что октябрь месяц – это будет достаточно сложное принятие решений нашим военно-политическим руководством по совершению осенне-зимней кампании этого года. Президент Зеленский назвал нехватку боеприпасов и систем ПВО в качестве проблем, которые мешают украинскому наступлению. Глава государства говорит, что наше контрнаступление продолжается. Шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств. По его словам, ПВО нужны как для наступления, так и для защиты городов. Когда мы с вами относительно недавно оценивали пакет помощи, военный пакет помощи, транш со стороны Соединенных Штатов Америки на сумму в 325 миллионов долларов, если мне память не изменяет, вы сказали о том, что парадоксальная ситуация складывается. Западные союзники и партнеры требуют конкретных уже практических результатов в рамках наступательных операций. Но если смотреть внимательно на номенклатуру, то то, что входит в этот пакет, это преимущество для обороны. Этот пакет имеет исключительно оборонительный характер. Как так? К сожалению, эта ситуация остается, и в этом серьезная проблема. То есть, поэтому я и говорю, что нашему военному руководству надо будет оценить потенциал, который имеет место, достаточно ли его будет для пробития этих коридоров, а в связи с возможной перспективой, что поставки вооружения и боеприпасов могут быть еще меньшими, а уже из последних, как вы вот сейчас еще раз напомнили, поставки это оборонительного характера, то в таких условиях вести наступательные действия могут быть нецелесообразны. Еще одну информацию хотел с вами обсудить. Беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» в Белгородской области. Это случилось в ночь на 4 октября, и дроны атаковали этот стратегический комплекс. Он достаточно недешевый, несколько миллионов долларов обходится. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с этим мнением, что российско-украинская война – это война дронов, и вот эти дроны, беспилотники стали таким вот трендом этой войны? Ну, этот комплекс стоит миллиард двести миллионов приблизительно. Это очень дорогой комплекс, и комплекс-400, это комплекс с заявленными противоракетными возможностями с российской стороны, средней большой и дальности, высоты и дальности. Поэтому, конечно, с точки зрения поражения такого рода цели, он важен. И возможные действия, мы с вами обсуждали, значит, спецподразделения, они могут как раз предназначаться для уничтожения, и используются другие средства, то есть не только спецподразделения, но и нанесение ударом, значит, ударными дронами, баражирующими боеприпасами или же ракетным нашим вооружением, которого, к сожалению, еще не хватает. Игорь Александрович, такая вот тема, она достаточно важная, исключительно политического характера. Президент говорит о том, что выборы будут, я так понимаю, как президентские, так и парламентские в двадцать четвертом году, если удастся обеспечить безопасность. Зеленский говорит, что наше контрнаступление продолжается, а сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов, зенитных средств. Зима — это еще один вызов для нашего населения, украинских военных, мы должны пройти ее, не потеряв инициативу. И, конечно же, вот этот компонент безопасности, он достаточно важен в решении вопроса проведения выборов. Мне кажется ли вам, что вот сама идея провести как парламентские, так и президентские выборы в условиях войны — это равно сознательному походу на минные поля? Выборы во время войны — это большой вызов для государства и общества. И о их целесообразности есть смысл говорить. Потому что военнослужащие как бы ни старались, а это именно те граждане, которые ответственно относятся к выполнению своих конституционных обязанностей и выполняют на фронте эти обязанности, они полноценно не могут участвовать в этих выборах. То есть вопрос же сводится не только к тому, чтобы участвовать в голосовании, а вопрос в том, что это одни из наших лучших представителей нашего общества, которые могут участвовать в работе в дальнейшем того же парламента, например. И здесь такие условия создаваться не могут, это требует дополнительных колоссальных средств финансовых. Безусловно, это будет использовать противник. То есть, на мой взгляд, по совокупности всего этого выборы сейчас проводить нецелесообразно. И поэтому, если в обществе, а это необходимо будет делать, рассматривать эти вопросы, большинство граждан будет против. Игорь Александрович, ну, откровенно говоря, я с трудом себе представляю голосование в Харькове, Херсония, Запорожье. И беря во внимание, что вот миллионы наших граждан сейчас физически, они находятся за пределами государства, как они могут выполнить свой гражданский долг конституционный и высказаться по поводу того, кого украинцы хотят видеть, как Керховный рай, да и кто, по мнению миллионов людей, должен стать президентом. В таких условиях вопрос же не только в самом процессе голосования, я это подчеркиваю, а в том, чтобы в этом должна быть участвовать свободная, там сказать, пресса, соответствующие партии и все остальное. То есть тут вопрос должен подниматься, кто вообще-то инициирует проведение этих выборов. Союзники говорят о том, что особенно они, конечно, вот хотелось бы что-то иметь в виду, но в таких условиях, если сложно, будут решать украинцы. То есть они не настаивают. Если это так, то надо понимать, кто-то внутри Украины, нашего государства поднимает этот вопрос. Потому что, я еще раз подчеркиваю, мы вот с вами, уже как минимум два фактора, то есть полноценно работа подготовительная и непосредственное голосование в таких условиях не могут проходить нормально и свободно. И я, как военнослужащий, скажем, хочу сказать, что это очень важно и для меня кажется принципиальным, что наши граждане, лучшие, которые защищают наш народ и защищают нашу страну, абсолютно не могут полноценно участвовать в подготовке и в этой работе предварительной выставлять свои кандидатуры, например, ну и так далее, проводить соответствующую работу. Хотя потом формально там в этапность можно что-нибудь придумать, чтобы они уже непосредственно голосовали. То есть, на мой взгляд, значит, отрицательных моментов в реализации голосования на текущий момент гораздо больше, чем позитивных. СНН, ссылаясь на свои источники, пишет, что Штаты передадут Украине иранское оружие, конфискованное в феврале во время транспортировки в Йемен. Зимой тысячи единиц оружия патроном перехватили войска Соединенных Штатов и Франции. Спустя полгода решили, что его передадут Украине. Осталось решить, как это оформить в виде Организации Объединенных Наций, требуя, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано. Решение может быть объявлено на этой неделе. Как будет решен этот вопрос? Все же передадут Украине или уничтожен? Ответить однозначно, на мой взгляд, нельзя. Но с нашими союзниками и украинской стороной должны делаться максимум для того, чтобы смогли это все вооружение пополнить потенциал наш, поскольку необходимость в этом крайняя у нас есть уже, к сожалению. Ну и мы еще раз хотел бы напомнить всем, кто участвует в этих действиях, что мы ведем справедливую войну. Почему-то пытаются забывать некоторые, особенно на Западе, и пытаться ставить как просто обыкновенных участников так называемого конфликта. И здесь надо напоминать, кто на кого как напал, как себя ведет, и какие есть на этот счет действующие международные законодательства. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант, экзаместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политеке. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за этот разговор, и также я благодарю наших зрителей, слушателей и подписчиков, и прошу подписаться на канал Политека. Это очень важно для нашей работы, для вас. Всем хорошего настроения, берегите себя. До свидания.